Метаморфоза Я хочу сегодня поговорить с вами о наследстве. Проповедь называется «Четыре метаморфозы наследства». Слово «метаморфоза», я уверен, что вы все грамотные люди, но на всякий случай, если кто-то, как я, кому нужно залезть в интернет, чтобы понять, «метаморфоза» буквально превращение, преобразование, если касается биологии, глубокое преобразование строения организма. Поэтому мы поговорим сегодня о преобразовании, которые приводят нас к наследству. Часто наше восприятие наследства – это когда родители умирают или родственники умирают, и мы получаем то, что было их, то есть вступаем в чье-то право. Но так Дух Святой повел меня, убежден, что это от Него. Я хочу показать, что еще при жизни мы имеем, и я буду сегодня говорить о четырех преобразованиях при жизни, когда мы уже получаем наследство. Если мы не поймем, не увидим это, мы можем… Знаете, есть такие удивительные истории, когда человек жил, старел, мечтал, а потом вдруг узнал, что все это время было какое-то наследство, которое ему оставлено, и он мог владеть этим. Эти истории, они всегда, знаете, так возбуждают душу, и ты думаешь, мне бы стать таким счастливчиком, чтобы вдруг где-то дядя, тетя или еще кто-то оказался, и сундук золота вместе с ним. И вот теперь ты можешь выполнить все свои мечты. Мы хотим быть наследниками чего-то великого, и мечтаем, и слышим такие истории. Вот я хочу сегодня говорить, что уже при жизни мы можем иметь четыре преобразования, четыре этапа, когда наследие Божие может открыться нам, и мы можем воспользоваться им при жизни. Итак, послание Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. Молитва Павла. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Вот моя молитва сегодня соединяется с молитвой апостола Павла. «Господь, просвети очи нашего сердца, чтобы мы увидели богатство Твоего наследия, которое Ты открываешь к нам». И давайте поговорим о первом преобразовании или о первом вступлении в наследство в нашей жизни. И это есть через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. В этом же послании Ефесянам, 2 главе, 8-9 стихом апостол Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Первый этап вступления в наследство, он происходит нами, когда мы осознаем и веруем «Христос воскрес!». Это то, что мы привыкли говорить на Пасху, повторяя «воистину воскрес!». Но это постулат, это утверждение нашей веры, что Слово Божие воплотилось через Деву Марию, было рождено, прожило на этой земле безгрешную чистую жизнь, вступило в служение через исполнение Духом Святым, служило на этой земле Слово Божие вочеловечившееся, отдало себя на смерть, на третий день воскресло и на сороковой день вознеслось, на пятидесятый день крестило нас Духом Святым, Аллилуйя, и вечно пребывает там с Богом, ожидая того времени, когда Он вернется за Своей Церковью на эту землю. Поэтому, когда мы говорим о нашей вере, мы говорим о том, что мы поверили, и это от нас ничего не требовало. Он все совершил, абсолютно все совершил, чтобы мы с вами получили прощение грехов, чтобы мы с вами могли иметь силу к исцелению через Его имя, чтобы мы с вами могли иметь силу через освобождение от всякого проклятия или нечистого духа через Его имя. И это то наследство, которое мы с вами вступили через веру. Оно дает нам право, которое выражено спасением, исцелением и свободой. Давайте вспомним женщину, которая была язычницей, о ней, говорится, со страниц Евангелия. Она шла за Иисусом и кричала, чтобы Он исцелил ее дочь. И Христос не хотел как будто бы этого делать, и уже ученики стали просить Его «Исцели, отпусти ее!» Идет кричит за нами. И Христос говорит ей удивительные слова. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И женщина отвечает удивительными словами, «Но и псы едят крохи со столов Господ их». Иисус удивляется ее в вере. И Он говорит, «Иди, вера твоя спасла». И дочь ее была исцелена и восстановлена. Но, послушайте, давайте подчеркнем, женщина не была детем Божьим. Она не была, как бы, если бы сегодня современным нашим языком говорить, воцерковленной. Она не была из принадлежащей к верующим. Она была абсолютной язычницей, которая вот еще, может быть, вчера ходила к идолам и поклонялась, и кодила тем, которые не являются богами. Но здесь, через свою веру, моментально она вступает в наследство и сделается, как бы, равнозначное дитя. Она получает то, что просит у Бога. И вот это первое преобразование наше, которое приводит нас к наследству, это наша вера. Это Божий дар, чтобы мы не хвалились. Мы просто однажды с вами говорим, «Иисус Христос всем своим сердцем, я верю». Мы еще греховные. Может быть, ты еще только вот у храма выкинул сигарету. Может быть, еще этой ночью ты блудил. Может быть, вчера вечером ты еще пьяный был со своими друзьями. Но сегодня в храме, осознав благодать Бога, пережив какое-то внутреннее потрясение, ты говоришь, «Христос, я верю». И моментально это наследство включается. Оно через смерть и воскресенье Христа становится доступным тебе, и ты ничего для этого не сделал. Ты просто вступаешь в права, которые оставил тебе Иисус Христос. Ты будешь спасен, ты будешь исцелен, ты будешь благословен, ты будешь свободен от той зависимости, с которой ты пришел. Это тебе даром от Бога. И это первое наше метаморфоза, это первое наше преобразование. И она выражена нашей верой. Второе преобразование наше происходит и вступление в наследство, когда мы с вами получаем водное крещение и заключаем завет с Господом и с Церковью. Посмотрите послание к Римлянам, 6 глава с 1 по 4 стих. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И когда мы говорим о водном крещении, это уже вторая метаморфоза, это второе вступление в наследство. И то, что было недоступно через только веру, становится доступно через воцерковление. Время, когда мы принимаем водное крещение, апостол Петр говорит, это обещание Богу доброй совести. Это время, когда мы говорим, я с этого дня, с этого момента буду стараться исправляться, буду стараться жить по Божьему Слову. Церковь для меня не будет пустым местом, для меня это будут люди дорогие, которые так же, как и я, призваны Богом, с которыми я буду выстраивать взаимоотношения и стараться вместе с ними и служить Богу и нашему обществу. Это момент, как здесь написано, что мы имеем этот образ, крестившийся во Христа Иисуса, что мы теперь в смерти его крестились. Если первое преобразование говорит о смерти и воскресении Христа, второе преобразование говорит о образном смерти и воскресении нашем через водное крещение, когда мы позволяем поместить нас в эту водную могилу, что символизирует смерть Христову, и поднять нас из этой водной могилы, что символизирует его воскресение, и это уже наше преобразование. И если первое преобразование нам абсолютно ничего не стоило, и мы просто вступаем в права, наследство, и сегодня для тебя исцеление, спасение и освобождение открыто. Как я сказал выше, даже если ты час назад, 15 минут назад грешил, твоей веры, если ты от всего сердца поверишь во Христа Иисуса достаточно, чтобы быть исцеленным, спасенным, преобразованным. Достаточно. Но, когда мы говорим о втором вступлении и говорим о водном крещении, здесь уже есть некое усилие нашей совести в нашем воцерковлении и в приближении к Богу. Теперь мы уже осознанно посвящаем свою жизнь Богу и Церкви, и этот завет совести, он символизирует нашу душевную смерть и душевное воскресенье. В этом случае наследство, оно выражается тем, что открывается нам общностью с Богом и с Его народом. И это уже совсем другое. Это не только уже исцеление и спасение. Эта способность иметь взаимоотношение с Богом и Церковью выражена в исполнении силы у Святого Духа. В этом также является таинство причастия нашего к телу и крови Христовой, когда мы берем этот хлеб, разламываем, пьем от плода виноградного, и это есть символ, что теперь мы не одни, мы не одиноки. Мы можем претендовать не только на спасение, исцеление или свободу, мы теперь претендуем на то, что мы часть Бога, мы Его дети. Мы настолько близки к Нему, что Он говорит, как зеница ока, ты для меня, и я буду охранять тебя. Также открываются дары Святого Духа, которые Он раздает, написано в церкви, для пользы. Аминь. Вне церкви нету даров Святого Духа. Дух Святой работает через церковь, и в церкви Он там открывает дары. Дары призвания, дары и таланты духовные, то, что мы читаем с вами в посланиях, все это достается нам в наследство через церковь, когда мы с вами принимаем участие в теле Христовом. И это вторая метаморфоза, когда мы с вами посвящаем свою жизнь. И здесь, как я сказал выше, есть уже наше усилие через то, что мы свою совесть побуждаем к тому, чтобы не делать зла другим, но поступать с ними, как хотим, чтобы с нами поступали, а по отношению к Богу стараемся поступать по Его Слову. Послание к Ефесянам, 2 глава, 18-20 стих. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого и Иисуса Христа краеугольным камнем». И послушайте, как замечательно это звучит наследство. Вы уже свои Богу. Вы уже свои Богу. И в это наследство мы вступаем через второе преобразование, когда мы подключаем нашу совесть к нашей вере и завет, который мы заключили с Богом и Церковью, для нас становится чрезвычайно важным. И так мы вступаем в наследство, мы становимся свои Богу. Я бы мог чуть-чуть остановиться на этом слове «свои», потому что особенно в нашей культуре это такой важный, когда человек говорит, ну мы же свои люди, как бы верх доверия, которое можно оказать. Рассчитаемся потом, мы свои, не переживай, мы свои. В нашей культуре это много говорится, ну некоторые из вас улыбаются, потому что не все свои оказались своими, да, впоследствии. Но по сути положительного значения этого слова, все-таки, когда мы говорим «это свой человек», это много определяет. И когда Бог говорит, «вы теперь мне свои стали», то есть если будет выбор, вот вы первые, вы первоочередные, вы свои Богу. И это наследство, которое мы приняли с вами через преобразование нашего водного крещения и обещание Богу доброй совести. Третье преобразование, когда мы вступаем с вами в определенное наследство от Бога, это наше призвание. Когда мы полагаем свою жизнь ради блага других людей. Римлянам 12 глава 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И сразу еще второй текст прочитаю, послание Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Получите наследие, потому что вы служите Господу Христу. И я специально два текста сразу прочитал, потому что иногда для нас служение людям это только церковное служение, но это не так. Служение людям – это способность отдать себя для блага других людей. И это возможно делать, как в профессиональной, духовной, душевной деятельности. Это момент, когда мы с вами получаем преобразование через сострадание, преобразование, метаморфоза в сострадании нашей душе. О ней просто говорит Христос. Он упоминает ее в своей заповеди, второй по величине, которую он выделил. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Сострадание – это способность поставить себя на место другого человека и подумать, а как бы я хотел, чтобы в данном случае отнеслись ко мне. Хотел бы я, чтобы ко мне отнеслись так, как сейчас я отношусь по отношению к этой ситуации или к этому человеку. Сострадание – это глубокое посвящение призванию, которое мы имеем, потому что в нашем сострадании это не только милостыня, которую мы можем дать нищему человеку. Наше сострадание – это когда мы профессиональные врачи, и мы делаем это не за деньги, но из страсти помочь человеку быть здоровым. Это преобразование сострадания, когда мы хорошие механики, и мы можем делать качественно автомобиль, и зная, что человек заехал к нам на автомобиле, выйдет абсолютно на хорошем автомобиле, максимально сделанное для этого и так далее. Можно брать разные области, поэтому в послании Колоссянам Павел говорит, помните, что все, что вы делаете в первую очередь, это не для человека. Вы этим служите Господу, и вы вступите в наследство. Какое же наследство этого преобразования, когда мы с вами посвящаем свою жизнь призванию, соглашаемся с ним для блага других людей, здесь, в этом наследстве открываются особенные отношения с Богом. Много мест Писания, где написано, что Бог особенно смотрит на людей, посвятивших свою жизнь другим. У него как бы особенное отношение. Он говорит, я снова отделю, в книге пророка Малахи, он говорит, я снова выделю, я снова положу эту разницу между служащим и не служащим не аминь. В послании к Тимофеям апостол Павел говорит, что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень звания во Христе Иисусе. Когда мы смотрим на Божье Слово, мы видим, что люди, отдавшие свою жизнь подобно Христу, как хлеб, или, можно сказать, обнищавшие ради других, вы знаете, иногда в бизнесе мы можем терпеть урон, когда мы качественно что-то делаем для других, и не все так поступают, и это плохо, если это относится к нам, к церкви, дорогие, если мы что-то делаем, лучше нам потерпеть урон, но сделать это хорошо для другого человека, но плохо, когда брат брату продает машину и что-то еще с ней химичит. Не лучше ли тебе потерпеть урон, но благословить брата, оказав ему сострадание в данном смысле этого слова, чтобы Бог мог благословить тебя. Когда кто-то для кого-то занимается приборкой его дома, но делает это халатно, забывая, что есть места, куда он не заглянул и не почистил. Я могу говорить об одежде, о здоровье, о чем угодно, когда мы с вами служим другим людям. Давайте это будем делать глубоко посвященно, и если нужно, в ущерб нам, но не в ущерб перед Господом, потому что такая метаморфоза души, такое преобразование, оно рождает наследие во Христе Иисусе, которое выражено его особым отношением к нам, особым отношением, потому что Христос обнищал ради нас, аминь, Он оставил ради нас, Он в ущерб себе служил, да и служит нам сегодня, чтобы мы обогатились им. Давайте не будем настолько конъюнктурными и настолько углубленными в коммерцию взаимоотношений, что будем только видеть друг в друге выгоду. Давайте будем способны все, что не делаем, делать как для Господа и получать наследие от Него. Когда Раон и Мариам, кстати, родные, брат и сестра Моисея, и старшие причем, начали укорять его и говорить странные слова в адрес Моисея, что есть и другие пророки, и с другими Бог общается, и что-то Моисей как бы, ему надо поправить уже светильник Моисею, потому что и жена у него не такая, и то не так, и это не так. Там написано, не Моисей стал заступаться за себя, там вышел на первое место Бог. Почему? Потому что Моисей был особенным в его глазах, не из-за пророчеств. Моисей был особенным в его глазах, не из-за сверхъестественной силы, которая через него проходила, этим Бога не впечатлить, потому что сам Бог это дает. Моисей был особенным в глазах Бога, об этом написано в послании к евреям по одной простой причине. Он отказался от сокровищ египетских ради страдания со своим народом. Он отказался от сокровищ египетских ради страдания вместе со своим народом. Он так глубоко сострадал своему народу, что он ушел из царского дома. Он оставил все богатства, все привилегии, все амбиции, всю власть, чтобы вместе с народом пройти путь испытания и лишения, но привести их к свободе. Поэтому Моисей был особенным. Не потому, что у него какая-то карма особенная, не потому, что на нем призвание особенное, потому, что он глубоко сострадал, и он не смог жить с этим состраданием вне своего народа. И это сделало его особенным. И Бог говорит Мариаме и Араону, послушайте, да, дух мой сходит на некоторых, но не как с Моисеем. С Моисеем я разговариваю лицом к лицу. С Моисеем я разговариваю лицом к лицу. Так же было с Авраамом, которого Бог назвал другом своим, по причине, что Авраам отказался быть там, где Бог сказал ему, послушай, твое предназначение разделить судьбу с другими, и эта судьба будет в той земле. Нам, когда мы вступаем в это наследие, очень важно понимать, что это важное наследство, которое развивающееся и открывающее для нас сверхъестественное обеспечение. Когда мы уже думаем, как в Римлянах прочитали, не сообразуясь с этим веком, а преобразуясь обновлением ума нашего, способный что-то делать в ущерб для себя, чтобы помочь другим. Четвертое метаморфоза, четвертое преобразование, когда мы вступаем с вами в наследство, это прозвучит может немножко непонятно сначала, когда наступает наша физическая смерть, когда физически мы перестаем жить на этой земле, мы вступаем в наследство, и послушайте, как это удивительно, знаете, в чье наследство мы вступаем, конечно, вам хочется сказать в Божье наследство, да не, в Божье мы уже вступили, мы вступаем в свое собственное наследство, после физической смерти, физической остается для тех, кто остается после нас, но то, что мы собрали с вами здесь на земле, там в небесах, представляете, мы переступаем порог смерти, и там мы встречаем то наследство, которое приходит к нам от нашей собственной жизни, мы вступаем в собственное наследство, благодаря тому, что мы делали на земле, это четвертая фаза преобразования, и четвертое вступление в наследство в нашей жизни, Евангелие Луки, 12 глава, с 30 по 34 стих, потому что всего этого ищут люди мира сего, ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царство Божье, и это все приложится вам, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш приготовил вам Царство, продавайте имение ваше давайте милостыню, приготовляйте себе вместилище неветшающее сокровище неоскодевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Послание первое Тимофею, 6 глава 17 по 19 стих, богатых в настоящем веке увещавай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Аминь. Когда мы переходим из жизни в жизнь, так удивительно, там мы встречаем наследство, которое сами себе оставили. Если ты переживаешь о том, кому достанется твое наследство, собирай богатей в Бога, богатей в небеса, потому что когда ты переступишь порог этой земной жизни, там тебя встретят те твои дела, твое милосердие, твоя добродетель, твое посвящение другим людям, там оно догонит тебя, и там ты войдешь, как написано, в радость господина своего, и плохо, если ты окажешься, как в той притче, о которой Христос говорит, когда он говорит о Лазаре и о богаче, и Господь устами Авраама говорит к этому богачу, ты получил в той жизни все, то есть ты все настолько потратил, что войдя сюда, у тебя здесь ничего нет, у тебя нету наследства, в которое ты мог бы вступить, поэтому, когда мы говорим о наследстве, важно понимать и эту четвертую фазу нашего вступления в наследство, наше преобразование, когда мы понимаем, что наша жизнь, наше земное существование, это не конец, это начало вечного, аминь, когда мы с вами уверовали в жизнь вечную, это есть разумное посвящение нашей жизни Слову Божьему и упование на Богу, и когда мы читаем в Евангелии эти страшные слова, которые говорит Иисус, они страшные для нас, потому что мы плотские, они не страшные были для Христа, потому что Он не жил этим миром, Он жил Царствием Божьим, Он оттуда не шел, и Он туда возвращался, Он ясно понимал, насколько коротко, насколько мимолетна эта жизнь, и насколько вечно и долгосрочно обитание на небесах, поэтому Он всегда умы своих учеников и последователей направлял к вечному, к небесам, говорил образно, иногда эти звучали слова так радикально, но Он не был радикальным, Он был прямым в Своем послании, и когда Он говорит сегодня нам своими словами, что собирайте себе сокровища на небе, нам нужно уделить этому внимание и подумать об этом, а что в этой жизни мы делаем не для себя, но что в этой жизни мы делаем, чтобы это переходило туда, в жизнь вечную. Итак, четыре метромофоза, которые мы с вами увидели, как мы вступаем с вами в наследство, мы поговорили с вами о вере, мы поговорили с вами о водном крещении, о воцерковлении, мы поговорили с вами о призвании и мы поговорили о том переходе из жизни в жизнь, который никто из нас никогда не избежит. И все эти четыре этапа, они как бы развивают наше наследство, они не отменяют одно другое и не заменяют друг друга, но они дополняют, и их развитие происходит параллельно впоследствии их получения, то есть, когда мы с вами воцерковляемся, это не значит, что теперь нам не нужна вера, она все еще нам нужна. И когда мы с вами уже воцерковились и посвятили себя и вошли в служение, это не значит, что посвятив нам теперь не нужна церковь, нет, нам все еще нужно быть своими, Богу. Когда мы с вами получаем, вступаем в права наследства, шаг за шагом, все это развивается и происходит в нашей жизни, и должно происходить на протяжении всей жизни. И последние десять минут я хочу поговорить с вами уже не только об этих четырех вступлениях в наследство, но еще об одном очень важном факторе, который мы не должны упустить. Раньше без нотариального права завещатель становился заложником своих наследников. Так об этом говорит Экклесиаст, 2 глава, 19 стих. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, которым показал себя мудрым под солнцем, и это суета. Когда мы говорим с вами о наследстве, часто мы подразумеваем такой неоспоримый факт вступления, то есть вот я и вы мне должны. Когда вступило, может быть, это было и раньше, но во всяком случае, в нотариальном праве это точно вступило в силу, когда завещатель, он стал способен иметь таинство, и в этом таинстве определял, что вот этим детям я ничего не оставлю, а кошечкам и собачкам передам все это. И есть удивительные истории, когда вдруг вступают в наследство, есть другие удивительные истории, которые мы не хотим иметь в своей жизни, когда вдруг ты в наследство не вступаешь. А почему ты в него не вступаешь? Почему завещатель принимает такое решение, я ничего им не оставлю? По какой причине они лишаются права или силы наследования? Вот в чем важный вопрос, и на этом мы сконцентрируемся последние семь минут. Идентичность. А кто и какой он будет? Идентичность. Когда мы с вами говорим о наследстве, о преуспевании, о желании войти в наследство Божье, и уже при этой жизни совершать то, что нам открывает Христос, и получать от Него благословение, важный вопрос, который мы должны задавать себе, и который Бог будет задавать нам, идентичность. Насколько мы идентичны тому наследству, которое мы хотим приобретать от Господа. Вспомните, когда Христос некоторых людей исцелял или миловал, что Он говорил им впоследствии, иди и не греши более, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Другими словами, ты получил наследство, наследство моей сверхъестественной силы, здоровья, прощения, как та блудница, которую взяли в прелюбодеянии, и Христос не кинул на нее камень, но Он сказал, не греши более. Другими словами, если ты, получив наследство, не приобретешь идентичности, ты потеряешь силу твоего наследства. Если любое из этих этапов наследства, о котором я сегодня говорил, ты не приобретешь идентичность, ты можешь оказаться в очень нехорошей ситуации. Представьте, люди, которые пришли к Господу, и Он говорит им, отойдите от меня, я не знаю вас. И как? Мы именем твоим пророчествовали, мы именем твоих злых духов изгоняли, мы именем твоим служили, как, ты не знаешь. Он говорит, вы не идентичны со мною, вас нету моего духа, на самом деле вы прожили эту жизнь для себя, то наследство, которое вы взяли от меня, вы употребили неразумно, и потеря вашей идентичности привела вас к тому, что вы потеряли то, что я гарантировал вам в начале. Завещатель не является заложником наследников. Бог не наш заложник. Поэтому, когда мы с вами говорим о преуспевании и о наследии, которое мы получаем от него, нам важно говорить о идентичности. Давайте посмотрим с вами Евангелие Иоанна, 8 глава, 39 стих. Сказали ему в ответ, то есть Христу, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы бы делали. Другими словами, вы претендуете на то, что вы наследники обетования Авраама, а я говорю вам, у вас нет идентичности с Авраамом, чтобы вы могли претендовать на те обетования, которые вы исповедуете в своих тайных молитвенных комнатах, когда ты встаешь на колени и начинаешь исповедовать и провозглашать Божье Слово, и ты встаешь на эти обетования, и ты говоришь, это написано в Библии, так должно произойти для меня. Я бы не хотел, чтобы мы с вами услышали от Господа, послушай, ты хорошо уже знаешь Писание, молодец, даже некоторые стихи золотые выучил наизусть, но у тебя нету идентичности, твое наследие не может вступить в силу, потому что не находится в тебе идентичность тем обетованиям, на которые ты претендуешь. Если бы ты был сын Авраама, то ты дела бы Авраама дел. Позже апостол Павел в послании Галатам, 4 главе 30-31 стих говорит, что же говорит Писание, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. И так, братья, мы не дети рабы, но свободный. Вопрос идентичности очень важен в наследии. Если мы входим в наследие и остаемся рабами греховной, мирской, плотской, похотливой жизни, мы с вами потеряем то наследство. Так некоторые пришли в церковь, получили великолепное прощение, освобождение, вышли абсолютно чистыми и свободными, исцеленными, но в процессе своей жизни они все растеряли, они все потеряли. И это один из последних образов, который я хочу вам дать. Два сына. Мы больше называем эту притчу, как бы по названию притча о блудном сыне, но там два сына, вы помните? Один, который был вроде бы рядом с отцом, и другой, который ушел. Притча начинается с того, что отец разделил им имение. Они оба получили наследство, и они оба не смогли войти нормально в это наследство. Они оба не проявили идентичности к своему отцу. Они не стали такими, как отец, и они потеряли свое наследство. Один расточил это, будучи ветреный, с блудницами и с нечестивыми друзьями, а другой он положил и никогда не вкладывался в отношения. У него были друзья, он сам свидетельствовал, ты не дал мне, козленка, повеселиться с друзьями. Он не вкладывался во взаимоотношения. Он был жестоким, ограниченным человеком, который хотел, чтобы все делали для него и за него. ни тот и ни другой. Они не стали идентичными своему отцу и они оба не смогли войти в свое наследство. Идентичность это самый важный вопрос в наследии. Если вы хотите быть преуспевающим человеком, проверьте свою идентичность. И это не единократное, это постоянное. Когда мы говорим с вами о идентичности, нужно понимать, что она имеет определенную фазу развития. И даже когда мы им говорим, что во мне сегодня, ну если как бы в кавычках говорю, ДНК Божье, я причащаюсь, хлеб и плод виноградный я в церкви принимаю. Вы знаете, когда дети рождаются, несмотря на то, что они несут в себе ген, ДНК родителей для того, чтобы это проявилось, необходимо а время, б правильное воспитание. Время и правильное воспитание. Другими словами, некоторое время идентичность нужно защищать, потому что если на эту идентичность во время возрастания начнет влиять другое общение, начнет влиять лукавый, начнет влиять похоть, то через время, даже если ты родился от самых умных и замечательных родителей, ты не сможешь войти в свое наследие, и ты потеряешь, потому что твоя идентичность была нарушена. И апостол Павел в послании Галатам говорит, поэтому, это описывается Галатам, 4 глава 1 стиха, еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он попечен, он подчинен, извините, попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. То есть наша идентичность какое-то время должна защищаться. И для этого в каждом этапе вступления в наследство, прославление, выходите, пожалуйста, ободрите церковь уже своим присутствием. Поэтому каждый раз, когда мы вступаем в наследство, каждый раз, когда происходит удивительная метаморфоза, удивительное преобразование, ты поверил Богу, тебе нужно, чтобы твоя идентичность была защищена, тебе нужны люди, которые будут развивать тебя в твоей вере, которые помогут тебе дойти до воцерковления, которые помогут тебе стать своим Богом, углубиться, перестать быть ветреным, перестать быть младенцем, стать утвержденным. И когда ты воцерковишься, тебе нужны наставники, которые будут защищать твою идентичность, чтобы никакое обольщение, никакие лукавые ветра не унесли тебя, чтобы ты пришел в призвание. И когда ты войдешь призвание. Нужен будет наставник, который будет защищать твою идентичность. Даже ты, если имеешь самое прекрасное ДНК, слушаешь самые замечательные проповеди, имеешь прекрасное общение. Послушайте, есть время, когда дьявол может повлиять. Вопрос идентичности – жизненно важный вопрос для твоего наследия. Мы не должны однажды пережить это глубочайшее разочарование от того, что мы ожидали, делали, трудились, но не смогли войти в свое наследство. Вопрос идентичности. Когда Христос, особенно в послании в Евангелии, точнее, Иоанна, отвечает всем, кто пытается как-то обвинить Его, как-то сказать Ему, что Он не совсем вменяемый и нормальный, Он часто говорит – Я и Отец одно. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Он говорит – право моего наследия определяется моей идентичностью с тем, от кого я это право принял. Аминь. Если вы сегодня в церкви, право вашего наследия определяет ваша идентичность к церкви, в которой вы воцерковились. Что бы мы ни делали, именно идентичность определяет силу и право того, что мы с вами унаследовали. Чуть позже, в послании там же, Галатам 4,19, апостол Павел говорит – «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас, Христос». Когда мы с вами вступаем в наследие, важно, чтобы в нас начинало отображаться та идентичность, которую мы с вами приняли. Мы будем молиться сейчас. И я хочу завершить проповедь, вернувшись к самому началу ее. Послание Ефесянам, 1 главе, 17-18 стих. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа при мудрости и откровении к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Аллилуйя!» Давайте встанем для молитв. Давайте проведем некоторое время в молитве, чтобы просить Бога, «Открой очи сердца моего». Я уверен, некоторые из вас сегодня уже вошли в наследие. А некоторым из вас надо вернуться к этому богатству наследия. Может быть, ваша вера пошатнулась, ваше спасение, исцеление, ваша свобода во Христе Иисусе пошатнулась. Ищите идентичности в Боге, проявляйте свою веру, снова вступайте в это наследство. Это ваше обетование, это то, что Бог подарил вам. Может быть, вы воцерковились, но ваши взаимоотношения, углубленные с Господом, как-то начали терпеть крах. И я хочу говорить вам, углубляйтесь ваше в наследие. Может быть, вы вошли в призвание и приняли для себя дело от Бога, но по какой-то причине пошатнулись. Возвращайтесь к тому, с кем мы ищем идентичности, чтобы это наследие, славное наследие, славное богатство, оно принесло нам великое воздаяние. Мы наследники во Христе Иисусе. Субтитры создавал DimaTorzok